Здравствуйте! С вами программа «День города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Насущные темы. В зону СВО из Рязани поехала очередная группа волонтеров, а Касимов получит 80 миллионов на благоустройство. Зеленый фонарь. Летящую к земле комету можно будет увидеть невооруженным взглядом. Алмазная пятисотка. Биатлонная школа в Рязани становится все популярнее. 80 миллионов рублей получит Касимов на благоустройство Соборной площади. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Город стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Основные темы заседания правительства в нашем следующем материале. Поддержка специальной военной операции в Рязанской области набирает обороты. В Луганск отправилась очередная группа волонтеров. Срок командировки две недели. Место назначения – Луганская клиническая больница. Там специально подготовленные для этого студенты Рязанского медуниверситета будут оказывать первую и стационарную помощь российским военнослужащим. Вторая группа – 16 волонтеров, которые позже сменят своих товарищей, уже проходит обучение. Такими людьми можно по-настоящему гордиться. И, Александр Сергеевич, я прошу Министерства здравоохранения области посмотреть, как можно в целом еще поддержать вот этот проект. Дело важное. Люди хотят помогать. Также наши волонтеры передали Луганск гуманитарную помощь от жителей региона, от активистов партии, от депутатов. Там много полезного, включая средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы, лекарства. Тоже уверен, что таких инициатив будет еще много. Это тоже можно и нужно только всячески поддерживать. В самой Рязани для поддержки беженцев и семей мобилизованных открылся многофункциональный семейный центр. Вся информация о мерах поддержки, вакансиях на рынке занятости, а также бесплатная юридическая помощь, теперь там. Порядка 10 человек мы приняли в первый день. Более 12 звонков к нам поступило. Да, действительно, это очень удобно. И люди смогли получить, помимо информации о выплатах, возможности нашей службы занятости по трудоустройству, возможности информирования о юридической, психологической помощи. А также, что немаловажно, в ближайшее время мы начнем прием документов по линии МФЦ в этом же здании. Этот год для Касимова должен стать годом прорыва. Так прокомментировал Павел Малков дополнительные 80 миллионов рублей на благоустройство местной соборной площади. Касимов стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Все проекты здесь региональные власти теперь возьмут под особый контроль. Пристальнее взглянуть на обледенелые тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к школам и детским садам попросил губернатор и власти Рязани. Обращений уже десятки. Обрабатываем песко-соляной смесью, новым реагентом. Обрабатывают сотрудники дирекции благоустройства города. Привлекли подрядную организацию к этим работам. Все, что публикуется в соцсетях, обязательно отрабатывается. В том числе и вот эти обращения отработаны. Максимально публикуем результаты работы с фотоотчетами. Мы приносим извинения жителям города за неудобства. В целом же хочу отметить, что сотрудники дирекции благоустройства города работают добросовестно, как и подрядчики. Работа физически непростая. Работать продолжаем, не останавливаемся. Во время самого ледяного дождя там трудности понятны. Но когда уже достаточно много времени прошло с последнего ледяного дождя, вот эту ледяную корку сплошную по улицам надо, конечно, убирать. И мне бы хотелось, как обычно, чтобы жители знали, когда там пройдут работы. Сейчас вот то, что вижу в соцсетях сам, в комментариях, конечно, вызывает много вопросов. Вопросов очень много в Рязани и к работе управляющих компаний. Лидером по жалобам стал УК Мервинский в Дядьково. Основные претензии жителей по очистке придомовой территории и перебоям в электроснабжении. Сегодня это, похоже, главный претендент на звание аутсайдер рейтинга. Уборка мусора – еще одна общая беда. Часто график вывоза нарушают из-за неправильно припаркованных автомобилей, мешающих заезду мусоровозов. Решение будет таким. Мы отрабатываем эти вопросы с администрацией города. Идем по тому пути, что, вероятнее всего, на определенных участках будем рекомендовать установить знаки «парковка запрещена». Другого выхода пока не видно. Машина просто не может подъехать. Она достаточно крупная. Кроме, собственно, самого знака, по словам Павла Молкова, должна быть налажена и система реакции на нарушения. Судя по всему, в том числе и с привлечением эвакуаторов. Многочисленные жалобы рязанцев на отсутствие общественного транспорта сделали свое дело. В Рязани обсудили вопрос количества общественного транспорта на городских маршрутах. Эта тема стала одной из главных на еженедельном совещании мэра Елены Сорокиной с главами подразделений. Горожане не раз обращали внимание на то, что вечером бывает сложно уехать. Не на всех маршрутах достаточное количество техники. Иногда коммерческие перевозчики не выводили транспорт в неудобное для них время, что создавало дополнительные сложности пассажирам. В результате участники совещания приняли решение. Весь транспорт без исключения будет подчиняться единому требованию. Выпускать на линию необходимо не менее 80% подвижного состава. 24 января в календаре день инженерной службы Росгвардии. Специалисты инженерно-саперных и инженерно-технических подразделений войск сегодня вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности на новых российских территориях. Порядка 1800 взрывоопасных предметов, например, обезврежены с начала года саперами в ДНР. Их рязанские коллеги сегодня провели показательные выступления для детей. Вот так, проверяя место для каждого будущего шага и работает инженерная служба Росгвардии. Металлоискатель пока что настроен на поиск больших объектов. Ну то есть, к примеру, маленькие монетки он не обнаружит вовсе. А вот взрывное устройство вполне. И вот, кажется, нашел. После того, как я нашел этот предмет, я начинаю проверять щупом под углом 45 градусов. Мина, конечно же, муляж. Иначе зрителей так близко бы не подпустили. А публика сегодня особенная. Ученики 49-й школы. Говорят, давно хотели посмотреть за работой сотрудников Росгвардии. В день инженерной службы у них такая оказия появилась. И здесь я уже начинаю руками проверять, нету тут ли чего. Если нету, да, я спокойно достаю вот эту мину. Вот. Все. Вот она в руках. Самое главное не давить. Ученикам показали, если не все, то многие тонкости работы инженерной службы. Начали, естественно, с кинолога с собакой. Прогресс у нас не стоит на месте. Изобретают там ученые всякие приборы для обнаружения взрывчатых веществ. Но пока еще ничего не придумали. Лучше собачьего носа. Так что собака сейчас в данный момент незаменима. Бельгийская овчарка Малинуа Юка – напарник незаменимый. Собаке всего полтора года. На службу она попала сразу же после обучения. Эта порода считается самой лучшей для поиска взрывоопасных предметов. Она уже успела отличиться на служебных заданиях, о которых, естественно, рассказывать нельзя. Работает кинолог вместе со взрывотехниками. При обнаружении СВО собака подает специальный сигнал. Сейчас, например, садится. После на разминирование выдвигается сапер в кевларовой броне. Его взрывозащитный костюм называется «На средневековый лад». Доспехи. Мы рады очень, что нас сюда позвали. Очень интересно. Прямо ребят заинтересовались. Основная задача инженерной службы – это обнаружение, идентификация, локализация, обезвреживание, уничтожение взрывных устройств, взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов. Службу сотрудники несут в круглосуточном режиме. И, что называется, всегда на чеку. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. Мы привыкли жить за компьютером, работать, учиться, общаться с друзьями, узнавать новости. Это неизбежно. Современный ритм жизни диктует свои правила. Но если долго сидеть за компьютером, говорят врачи, можно не только получить новый опыт знания, но и надорвать здоровье. Среднестатистический офисный работник проводят за компьютером от 6 до 10 часов в день. Это серьезная нагрузка для всех систем организма и прежде всего для мышц спины. Последствия такого образа жизни появляются не сразу. Сначала беспокоит кратковременная боль в спине, между лопатками и в поясничной области. Растет нагрузка, дискомфорт усиливается. Боль становится постоянным спутником. Возникает спустя 1-2 часа сидячей работы и сохраняется во время отдыха. Зимой проблема может обостриться. Есть даже тут некоторая сезонность, потому что, как правило, мышцы и суставы любят тепло. И в холодное время года, это осень, зима, ко мне чаще всего обращаются пациенты. Месяцы и годы сидячей работы провоцируют развитие сколиоза и остеохондроза, приводят к развитию туннельного синдрома и других проблем со здоровьем. Физкультура – главная профилактика этих проблем. Тут достаточно банальные меры профилактики. Это гимнастика, хотя бы через день, я говорю пациентам. Есть специальные корсеты, но это, как правило, уже если острый болевой процесс. Ну и есть специальные валики, где можно делать самомассаж. Основная проблема заключается в том, что практически больше 60% боли в спине выявляется при пальпации. Далее, эта боль, которая с триггерных точек, может отдавать и в грудной отдел позвоночника, и в голову, и чаще пациенты думают, что у них болит только голова, хотя проблемы выявляются в шейном отделе позвоночника. Также чаще путают пациенты и кардиальные боли. Думают, что у них болит сердце, вот, но при нехитрых манипуляциях уже можно будет понять, что в данном случае все-таки это спина. Главное правило работы за компьютером – не сидеть неподвижно больше часа подряд. Каждые 15 минут желательно менять положение тела. Оторвитесь от экрана, расправьте плечи, поверните шею влево и вправо, сделайте несколько круговых движений. Пошевелите пальцами ног, разомните ступни и возвращайтесь к работе. Каждый час вставайте из-за стола. Походите по комнате, сделайте несколько перекатов с пятки на носок, покрутите руками и потянитесь всем телом. Посмотрите вдаль в окно, дайте отдых глазам. И не забывайте, профилактика – это всегда проще, чем лечение. Зимние виды спорта в нашей стране невероятно популярны. И любимцем из всего спектра был и остается, несомненно, биатлон. Наблюдая за звездными спортсменами, многие родители и сами дети мечтают оказаться на вершине пьедестала. С открытием биатлонной спортшколы такая возможность появилась и у рязанцев. К настоящему моменту в детско-юношеской школе «Алмаз» более 400 воспитанников. Еще 10 лет назад о занятиях биатлоном в Рязани мечтать никто не мог. И вот сегодня здесь, в нашем регионе, крупные международные соревнования. Первый этап Кубка Содружества. Для биатлонистов из России и Белоруссии в современных условиях – это главный старт. И несмотря на погодные условия, а это оттепель и непрекращающийся дождь, Рязань встретила соревнования на высоком уровне. Очень много было задействовано техники, сил, средств, ресурса. Поэтому я считаю, что такие соревнования получились. Несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что мы, как организатор такого мероприятия международного уровня, первый раз с этим столкнулись. Тем не менее, все моменты были учтены. Получился хороший спортивный праздник. Оба дня большое количество зрителей. В первый день, в субботу, порядка 3,5-4 тысяч зрителей у нас было на трибунах, на стадионе. В воскресенье был вообще аншлаг. По подсчетам специалистов, более 5 тысяч человек посетили эти соревнования. Был зрелищный масс-старт мужской и женский. Хорошая была погода, праздничная атмосфера. Праздник получился. Кстати, допускались к участию и юниоры. И вот на одной лыжне с Латыповым, Поварницыным и Цветковым Юрий Харлин – воспитанник Рязанской биатлонной школы. И с каждым годом уровень рязанских биатлонистов только растет, как и количество. У нас не только биатлон, у нас еще и лыжные гонки. Порядка 400 спортсменов у нас занимается. Приблизительно пополам лыжные гонки, биатлон. Кроме этого, у нас очень много детских групп, скажем так, группы выходной день. Это те дети, которые еще не достигли 9-летнего возраста, в которые мы можем их зачислить на отделении биатлон и лыжных гонок. Привозят родители. Они здесь катаются на лыжах, летом катаются на роликах. Кто-то на роллерах себе уже пробует, бегают кроссы под руководством тренеров. В Центральной России биатлонными комплексами на настоящее время могут похвастаться только Рязань и Смоленск. Поэтому и развитие спорта в последние годы стремительно. Доступны лыжня и для любителей спорта. А уже в ближайшие выходные здесь пройдет марафон Мастерс, участие в котором примут 700 человек. Уникальная комета со сложным названием Си-2022Е3 в скором времени пролетит мимо Земли. Особенность этой кометы в том, что период ее обращения предположительно составляет 50 тысяч лет. В прошлый раз ее могли видеть мамонты и неандертальцы. Теперь наша очередь. К земле движется ледяная глыба. Да-да, именно так. Переживать, правда, пока не стоит. С планетой она не столкнется, а приблизится на видимое расстояние еще не скоро. Это едва заметная зеленая точка комета с непоэтичным названием С-2022Е3ЗТФ. Как и многие другие кометы, она представляет из себя смершиеся комья снега и ледяные айсберги с вкраплениями камней и пыли. Вот это уже ядро кометы. При пролете близко от Солнца лед тает, камешки и пыль освобождаются. И под давлением солнечного ветра и появляется шлейф кометы. Комета летит достаточно близко от Земли. Она пройдет в ближайшее расстояние от Земли и Солнца в районе 1 февраля. Тогда предполагается, что она и будет наиболее яркая. И тогда, видимо, можно будет ее видеть без применения оптических средств. Смотреть нужно между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Комета появится там. Главная ее особенность – период обращения вокруг Солнца. Предположительно, он составляет 50 тысяч лет. Можно только догадываться, кто видел ее в прошлый раз и кто увидит в следующий. Однако такие философские размышления астрономов не интересуют. Для них это еще один предмет исследования. Кометы образованы из того прото-вещества, из которого образовалась вся Солнечная система. А те кометы, которые далеко от Солнца, они мало подвергаются воздействиям различным. То есть это прямо настоящие первичные вещества. Вот изучение этого вещества помогает пролить свет на происхождение Солнечной системы, в том числе и Земли. За последние 10 лет трижды кометное вещество доставляли на Землю. Всего было три экспедиции – одна американская и две японские. Сейчас вещество активно изучают в лабораториях. Однако есть и другой способ изучения таких объектов – спектральный анализ. Он тоже хорошо развит в современной науке. И, возможно, совсем скоро мы узнаем ответ на главный вопрос. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова